Я всегда всякие песни люблю. Чтобы иметь возможность танцевать хотя бы на инвалидном кресле, Маруся Яценко вынуждена каждые 4 месяца терпеть уколы в спинной мозг. Уже почти 4 года, с самого рождения, девочка живет с диагнозом спинальная мышечная атрофия, остановить развитие которого можно только двумя способами. Постоянными инъекциями препарата спинраза или единственным уколом самого дорогого лекарства в мире – золгенсма. Его стоимость свыше 120 миллионов рублей. Препарат золгенсма – это препарат на основе аденовируса. И, как понятно всем, что это токсичный препарат, в организм ребенка вводится вирус. И внутри этого вируса спрятан тот ген. То есть это трансплантация гена, так скажем, простому, который приносит вирус в клетке. Золгенсма – токсичное вещество и при высоких дозировках может вызвать поражение печени. Именно поэтому клиники, работающие с этим лекарством, ограничивают вес ребенка до 13,5 килограммов. Уже год родителям Маруси приходится следить за тем, чтобы она соответствовала требованиям. Мы ограничили немножко в сладком, но она и особо сама не лопает сладкое у нас. Ну, как бы булки, естественно, такое мы не едим, что-то стараемся, чтобы белковое содержание побольше было, потому что нам это необходимо. В прошлом году лекарство было зарегистрировано в России. Однако, говорит Людмила, механизм назначения до сих пор не отработан. Лечащий врач должен обратиться в Краевой Минздрав. Затем ведомству необходимо передать информацию в федеральные клиники для прохождения консилиума. И только потом специалисты принимают решение о назначении препарата. Лишь после всех этих согласований фонд «Круг добра» сможет предоставить лекарство. При этом сроки неизвестны. В идеале, вот если в январе сейчас бы мы ввели спинразу, и следом там, ну, буквально через месяц, да, через три недели, через месяц ввели бы золгансма. Это вообще идеальный вариант был бы для нас, потому что уже будет больше четырех лет дальше, то есть, ну, и хотелось бы, чтобы первое время под прикрытием спинразу. Времени, чтобы поставить Марусе укол, остается все меньше. Именно поэтому ее родители ведут сбор средств, чтобы оплатить лекарства, не дожидаясь помощи фонда. Из необходимых 120 миллионов рублей собрана половина. Помочь Марусе начать жить полноценно, без постоянных инъекций, может любой неравнодушный. Реквизиты на ваших экранах. Артем Гусельников, Вадим Быстревский. День с толком.